14-й год объявлен президентом года культуры, хотя все говорят, ну как же так, 14-й год культуры, а что остальное? У нас с вами каждый год год культуры, и каждый раз есть какие-то новые изюмки, новые начинания творческие, успехи, которыми мы гордимся. И это все связано с отрасльной культурой. Но, мне кажется, основная цель, когда вот этот год объявлен годом культуры, это поднять статус, статус культуры. И вот сейчас очень важно звучит уже понимание государственной политики, что основа всех основ — это культура и образование. Мы можем достичь огромнейших успехов в технической революции, и мы сейчас с вами это видим, даже по той же системе образования, если зайдете в школу, то начиная с начальных классов, техники, все, все школы, даже сельские у нас, да, обеспечены компьютерами, интерактивными досками, личными кабинетами преподавателей. Еще года два назад мы ставили перед образованием эту задачу, и сейчас совместно и с отраслью культуры нам надо вернуть самое ценное и самое важное — это духовно-нравственное воспитание. А культура, мне кажется, это базовая платформа и базовая основа. В 2014 году мы будем продолжать поддерживать нашу молодежь и также внимательно и системно подходить к работе в поддержке молодых дарований. Вы знаете, что уже в этом году у нас появилась новая стипендия имени Андреева для тех ребят, которые занимаются народным инструментальным творчеством. И на следующий год мы предполагаем, что эти стипендии и эти премии останутся, и возможность наших молодых ребят выступать с лучшими мастерами и профессионалами на сцене, она только будет развиваться и разворачиваться. Ну, знакомым событием в этом году уже случилось то, что на уровне Российской Федерации восстановлено всероссийское хорошее общество. Создано региональное общество, которое возглавляет Илья Вячеславович Кружков. И на следующий год мы предполагаем, что мы должны укрепить вот это направление, новое, но хорошо забытое, старое, проведением большого хорового фестиваля, который будет идти целый год. Называться он будет «Поющая земля Тверская». И мы предполагаем, что помимо наших любительских, профессиональных коллективов, появятся коллективы хоровые, которые когда-то и существовали в учреждениях, в организациях, в медицинских здравоохранениях, образованиях. Чтобы можно было вспомнить ту традицию хорового, национальную русскую традицию хорового пения, которая ставилась в нашей стране в регионе Станите. Четырнадцатый год. Мы об этом не знаем. Но мы это чувствуем. Все чувствуем, что не может быть так, чтобы оканчивались все выступления на хоровоохранении и спорте. И очень-очень редко звучало поэто замечательное слово «Поющая». И какое счастье для нас, что несколько дней тому назад, по прощению, Владимир Владимирович Путин, наконец-то громко сказал, о культуре, о том-то, о том-то. И на этом все очень рады, что это значит, что это значит, что это значит. Президент и правительство, и только наше правительство, и самое главное правительство, и наше государство, деление именно возрождение Всероссийскому хоровому общества. Это действительно связано с духовно-нравственным воспитанием. И Островский когда-то сказал, что песня — это душа народа. Поговоришь песню — бьешь душу. Поэтому мы все, когда так или иначе в неформальной обстановке собираемся и начинаем вспоминать наши русские песни, начинаем вспоминать эти песни, которые основаны на русском фольклоре. И это всегда, конечно, поднимает настроение. Это как-то людей соединяет, объединяет. Это очень здорово.